Сильный ветер не дает сдержать и лесные пожары в Челябинской области. Огонь распространяется молниеносно и в считанные минуты охватывает целые районы. Вторая причина – человеческий фактор. Одни жгли мусор и спалили дома и гаражи, другие жарили шашлыки и лишили жилья себя и соседей. Эльвира Исмогилова обо всем подробнее. Вот кадры сняты МЧС. Дымом затянут весь поселок Северный Рудник под Копейском. Пожарные заливают пламя водой. С огнем борются 50 человек личного состава и 14 единиц техники. Причем не только местные из Копейска. Привлекать помощь пришлось и с соседних территорий. На место пожара были направлены силы и средства к помощному номеру вызова. На место привлекались подразделения из города Челябинска, Копейского дальней зоны. А также дополнительно привлекались к Красноармейскому муниципальному району. В итоге на улице Пражской сгорели два жилых барака и два автомобиля. По улице Перова огонь уничтожил пять домов, один жилой барак и один нежилой. Жители рассказывают, пламя распространилось в считанные минуты. Мы были в течение 15 минут в магазине. Вернулись от нас через дом уже горел. Такой ветер был ужасный. Видимо ветром все. Но там просто сила была такая ветра, что я может быть сама бы убежала. Было очень страшно. Похожая трагедия произошла и в Увельском районе. Там, в деревне Вялково, огнем уничтожены три дома. Причиной пожара стало сжигание мусора местными жителями. Ситуация в Увельском районе остается напряженной. И сегодня объявлен режим ЧАЭС. Там тушат пожар на площади почти в 200 гектаров. На месте работает более 60 спасателей и 20 единиц техники. Вертолеты МЧС и Министерство обороны. Один из самых масштабных по последствиям пожар произошел в районе Озерска. Там огонь от травы перекинулся на гаражный кооператив. Выгорели 200 гаражей. Пострадали автомобили. В данный момент местные власти призывают владельцев гаражей проверить свое имущество и заявить о потерях. Возбуждено уголовное дело. Следствие идет и в Кыштыме. Там из-за подожженной травы сгорели несколько дачных домиков. В Кунашакском районе задержан мужчина, поджигавший траву. Добавлю, что в целом за последние сутки на Южном Урале зафиксировано 40 лесных пожаров. В МЧС напоминают, с 28 апреля в регионе действует особый противопожарный режим. Это значит, что запрещено любое использование открытого огня. Нельзя разводить костер, жечь мусор, жарить шашлыки и топить печь в садовых домиках. Нарушителям грозит штраф в сотни тысяч рублей или лишение свободы на один год. Эльвира Смогилова, Ольга Козлова, ОТВ